ВИВАТ ИСТОРИЯ Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. В конце выпуска мы разыграем книгу. Получит ее тот, кто правильно ответит на вопрос, заданный Сергеем в конце выпуска. Ну, а тема сегодняшней программы – оборона Порт-Артура. Да, Саша, абсолютно верно. Какие у тебя ассоциации с Порт-Артуром? Смутные ассоциации, потому что я так и не могу понять, кому он когда принадлежал. Сейчас разберемся, Саша. И так далее. Да. Ну, джазовый ресторан Порт-Артур кончился. Он у нас в Питере. Да. Еще статья Ленина об обороне Порт-Артура. Падение Порт-Артура называется. Книжка Романа Степанова «Порт-Артур». Ну, наверное, еще что-то. Да. Ну, как бы вот такие вещи. Да, мы поговорим сегодня о русско-японской войне 1934-1935 годов. И расскажу историю этого города. Итак, сам Порт-Артур находится на Ляудунском или Квантунском полуострове. Это где? Ну, это бухта на Желтом море. А, как сказал один из героев обороны, Ляудунский полуостров – это сопля, которая вылезает из Манчжурии. Вот. Ну, зато теперь четко понятно, где его искать. Квантунский полуостров «Квантунская армия», если вы помните, у нас был про советско-японскую войну подкаст «Квантун», так японцы называли этот полуостров. По-китайски он называется «Порт-Артур Люишунь» – «Гоу». Я сразу прошу прощения у китайских товарищей, если я что-то неправильно признашу. Впервые в китайских летописях, хрониках, как их можно назвать, да, слово «Люишуй» появилось в 1371 году, когда будущий император Китая Джуди, возглавляющий оборону северо-восточных границ, направил в эти места двух посланников для ознакомления с местностью. Поскольку путь их был спокоен и удобен, то по приказу Джуди эту местность назвали «Люишунькоу», то есть «Бухта спокойного путешествия». Ну вот как бы спокойное путешествие, я не знаю, они что-то там нашли спокойное, да, наши матросы, которые там сидели в осаде 11 месяцев, да, но так или иначе по-китайски это звучит так. Ну, еще «Бухта» это называется «Глотка льва». Ну, в принципе, это тоже похоже, если мы посмотрим сверху на бухту Порт-Артура, да, что-то там такое есть. А Порт-Артур – это английское название. Это место получилось с тем, что есть три версии. Первое, что в августе 1860 года в этой гавани чинился корабль английского лейтенанта Уильяма Артура. А вот по другой версии, что китайское местечко Лейшуй было переименовано англичанами в честь третьего сына королевы Виктории, принца Артура Канаутского, которому в это время было 10 лет. А также Порт-Артур назван в честь американского президента Артура. Если мы посмотрим с вами на географию, дорогие друзья, я просто говорю мнение. Если мы посмотрим на географию, то в Техасе тоже есть свой Порт-Артур. И он назван так в честь американского президента. Если посмотрим на широту, в принципе, широты как-то совпадают. Ну, в общем, так или иначе, английское название Порт-Артур было принято в России и в других европейских странах. Ну, вообще, это место, конечно, рождено было для военно-морской базы. То есть, шикарно со всех сторон окруженное, ну, там вот, как бы, скажем, двумя челюстями льва или двумя руками. Кто как это видит, да? Вход в бухту очень хороший для военно-морского флота. Так вот, китайцы начали строить заливы Лишуй, военно-морскую базу в 80-е годы 19 века. По наставанию Бэйян-де-Чен Лухин-Жана. То есть, ну, типа военно-морского руководителя. Уже в 84-м году для охраны побережья от возможных высадок в это время была война, и там французы рядом были, да? В городе был размещен отряд китайских войск. Командир стоящего в бухте китайского военного корабля Вэйюань фан Пуцян выстроил одну из первых земляных береговых батарей крепости. Батарея получила название Вэйюань Паутай. Ну, Вэйюань – корабль, а как это переводится, я не знаю. А вот Паутай – это, ну, скажем так, батарея, форт. Наверное, так вот. В промежутке между 84-м и 89-м годами 19-го века Вэйюань стал одним из баз китайского флота империи Цин. Работать по организации этой базы было поручено немецкому майору Константину фон Генекину. В Лейшуе размещались основные ремонтные мощности китайского флота на Желтом море. Там был построен со-20-метровый док для ремонта броненосцев и крейсеров и малый док для ремонта миноносцев. Но углубительные работы Саша, проведенные в бухте, позволили довести глубину внутреннего рейда и входа в бухту до 6,5 метров. Это серьезно для осадки кораблей. Построенный в то время док сохранил Саша до наших дней. В 2013 году, Саша, этот док был внесен в список семи национальных объектов по защите ключевых культурных реликвий под названием Старая верфь Люшунь. Вот, поэтому она еще существует. 21 ноября 1894 года в ходе Первой Японо-Китайской войны Лейшуй был занят японцами. Она захватила крепость огромной трофеи. Японские войска устроили Лейшуй беспощадную четырехдневную резню под брелугом того, что в городе были обнаружены остатки пленных японских солдат. По китайским оценкам погибло около 20 тысяч мирных жителей, независимо от пола и возраста. Из всего населения оставили только 36 человек, Саша. А почему 36? Эти 36 человек должны были захоронить трубы погибших. На их шапках по приказу японского командования написано «этих не убивать». Сбор тел продолжался в течение месяца, после чего приказу японцев огромную гору тел облили маслом и подожгли, поддерживая огонь в течение 10 дней. Как видите, в Азии все креативно, Саша. Пепело горевшие кости были захоронены у подножия горы Баюшань в четырех больших гробах с восточной стороны горы. В настоящее время это место известно под названием «Могила десяти тысяч, сохранившей верность». В 1895 году по Симоносексскому договору Порт-Артур перешел к Японии. Но с этим были не согласны европейские страны. А Германия, Франция и Россия, которые устроили тройственную интервенцию. И Япония вынуждена была вернуть залив к Китаю. А русские когда туда пришли? В ноябре 1997 года, Саша, на заседании Российского кабинета обсуждалась записка министра национальных дел графа Моробьева с предложением занять Порт-Артур или рядом находящийся Далянь-Вань, ну, дальний, да, пользуясь в качестве удобного прелога тем, что немцы незадолго до этого заняли китайский порт Циндао. «Саша, как ты думаешь, а если немцы захватили порт Циндао, что там осталось в Китае от немцев?» «Лучший пивной завод», который, да. «Будете в Китае, всех предложений пива, дорогие друзья, просите Циндао». Циндао переводится как «голубая бухта». Я не знаю, какая там она голубая, на Желтом море, там везде такой песок, но ради бога. На этом заседании Моробьев заявил, что считает это весьма своевременным, так как для России было бы желательно иметь порт на Тихом океане на Дальнем Востоке. Причем порты эти по стратегическому самоположению являются местом, которое имеет громадное значение. Но и главное, Саша, Россия разрешала себе проблему на Тихом океане, не замерзающей военно-морской базы. Все-таки Петропавловск-Камчатский или Владивосток, конечно, они иногда, ну, там иногда погода немножко другая. Замерзает? Ну, иногда да, конечно. Но это было еще настоятельной необходимостью в военном присутствии с Японией. 4 декабря 1997 года на рейде Порт-Артура появился военно-морской отряд контр-адмирала Реунова. И через два дня пришла английская канонерская лодка «Дафны». То есть, Саша, мы у англичан вырвали Порт-Артур буквально за несколько дней. То есть, они хотели там поставить английский флаг, но они потом в Айхэй уйдут. Это рядом с Сэндау. Вот. Но, конечно, Порт-Артур намного стратегически выгоднее, чем Сэндау или Вайхэй. Руководитель нашей высадки Дубасов с местным китайским гарнизоном решил очень просто. Китайскому гарнизону было разрешено уйти быстро. А для того, чтобы они уходили еще быстрее, он дал взятки местным руководителям. Генерал Сун Цин, руководитель базы, получил 100 тысяч рублей, а генерал Ма Юнь-Кунь – 50 тысяч. Не ассигнациями, Саша, разумеется. А золотом, конечно. После этого местный 20-тысячный гарнизон покинул крепость мирнее, чем за сутки. Оставив России еще подарок 59 пушек вместе с боеприпасами. Забегая вперед, скажу, какие бы они ни были современные и несовременные пушки, но во время обороны Порта Артура они сыграли свою роль. Прибывшего из Владивостока парохода добровольческого флота «Саратов» на берег сошли первые русские военные части. Это были две сотни забайкальских казаков. Также была дивизион полевой артиллерии и команда крепостной артиллерии. Началось строительство. К 1904 году, в январе 2004 года началась русско-японская война, надо было успеть, было выполнено около только 20% общего объема работ. В порту базировалась первая техокеанская эскадра «Адмирал Старка». 7 броненосцев, 9 крейсеров, 24 миноносца, 4 канонерские лодки и вспомогательные суда. В крепости был расфортирован Порт-Артурский крепостной пехотный полк под командованием вице-адмирала Евгения Ивановича Алексеева с 1999 года. А 27 июня 1900 года туда прибыло еще 4 батальона войск Европейской части России. В 1902 году Порт-Артур был назначенным руководителем Греве. А в 1904 году его сменил будущий адмирал Григорович. В честь него у нас знаменитый корабль, он один из героев Первой мировой войны на Балтике. Так вот, статистические данные начала века, когда началась война. И что там было, Саша? 42 тысячи жителей, из них 13,5 тысяч военнослужащих, 5 тысяч женщин, 3,5 тысячи детей, русских подданных 17 тысяч, китайцев 23 тысячи, японцев 678, а различных европейцев 246, жилых домов 3263. Кирпичные известковые заводы, спиртоочистительные табачные фабрики, ну как без них осваивать новые земли. Отделение русско-китайского банка, типография, газета «Новый край». Порт-Артур к 1903 году стал конечной станцией южной ветки Манчжурской железной дороги. Ну, была КВЖД, Китай-Восточная железная дорога, а это Юго-Китайская железная дорога. Городские доходы от налогов тех, кто там жил, были 154 тысячи 995 рублей. Ну, примерно. Что говорит энциклопедия «Брагоузы фронт», дорогие друзья. Кстати, порт Дальний, ну это соседний пульт, коммерческий, да, он буквально рядом. Вообще длительное время в Китайской народной республике порт-Артур принадлежал городскому агломерации города Дальний, Дальнянь. Вот, или Дайрен по-японски, да. Но сейчас, когда он военно-морская база, он снова получил свою маленькую независимость. Так вот, Дальний. Такие названия были очень распространены в России. Город Верный, Алматы, крепость Грозная, или Грозный, понимаете, да? Крепость Бурная, ну, городок Бурный, это тоже крепость Бурная, да? То есть вот такие вот прилагательные были очень распространены. Но когда было понятно, что сейчас что-то начнется, стали мы тоже выбирать, а кто возглавит там русский флот. Но альтернативы не было. Был только один, отбирал Макаров, конечно. Он взял с собой в порт-Артур, вот мы говорим о людях, которые там находились, да? Он взял с собой еще 500 рабочих из Кронштадта. Вот, ну, рабочих из военно-морских верфей. А он их называл золотом обороны. Действительно, это были профессиональные рабочие, которые могли починить наши корабли. И вместе с адмиралом Макаровым в порт-Артур прибыл еще и, конечно, художник Величагин. Он быстро стал популярен среди матросов и армейцев. На его расспросы о жизни и бытие он нередко отвечал фразой, которая имела горький иронический подтекст. На шибке все спокойно. Да, в порт-Артуре тоже было все спокойно, как на шибке, когда там замерзали наши солдаты зимой 1777-1778 годов. Как известно, Величагин как минимум две войны нарисовал, которые мы знаем, да, это среднеазиатская. И вторая война – это была война за освобождение Болгарии. Итак, дорогие друзья, поговорим об обороне. С 26 на 27 января 1934 года без объявления войны японская эскарда напала на русский флот в порт-Артуре, подорвав два броненосца и крейсер. А в этот день был бал у военного губернатора города, поэтому многие офицеры находились не на своем рабочем месте. Японцы этим воспользовались. Хорошо было лишь то, Саша, что в исходе войны пока никто не сомневался после атаки. Ведь она для нашей страны происходила где-то так далеко, с такими-то смешными епошками, как тогда называли. Поэтому, дорогие друзья, надо понимать, что я уже передачу об этом делал, но повторю. Мы на них смотрели сверху вниз и отказывались с ними вообще вести нормальные переговоры. Такая колониальная ситуация. И ситуация ухудшила то, что Николай II был ранен, как известно, японским городовым, когда ему ударили по голове самурайским мечом. Поэтому он его называл в специальных документах внутренних дипломатических макаками. А что это за история с ударом? Ну, Николай II в молодости служил в гусарском царско-сельском полку, где были достаточно веселые нравы. Они пили очень хорошо и много. Ну, дорогие друзья, в определенном возрасте так поступают многие. Да, что делать? А маме датчанке было непонятно наслаждение битвы жизни. Гром удар ее пугал. Вот поэтому она уговорила Александра III, чтобы отправить проветриться Николая и Григория, младшего брата, в кругосветное путешествие. Ну, по дороге они забрали еще Григория, будущего короля Греции. И вот они ехали по всему миру, смотрели, ну, употребляли определенное. И когда они приехали в Японию, они себя вели не очень скромно, скажем так, в каких-то религиозных местах, которые для японцев являются сакральными. Поэтому один из японских охранников, ну, жандармова называют у нас полицейских, вытолкнул свой меч и ударил по голове Николая Александровича. Удар был покасательный, поэтому он сажил, но отношение к японцам Николай II выработал. Это было, конечно, для нас катастрофой. Личный взгляд любимого царя на соседей. Да, поэтому макаками, извините, их называли практически везде. И поэтому, ну да, японцы попались, да, они напали, да. Теперь ждите поражение, да, японское, да. Не дождались. И когда Николай II объявил о начале войны в Большом зале, да, в Зимнем дворце, рядом стоял великий князь Николай Николаевич, ну, младший, будущий главнокомандующий русской армии, Николаша, как его все звали. Он был по два метра такой и прочее, и к нему подошли шаркуны там, ну, разные там, и начали, а, Николай Николаевич, вот, это ваша война. Теперь вы покажете себя великим фельдмаршалом, типа, как папа, или как там, как Петр I, на что он сказал, что не имеет никакой охоты сразаться с этими япушками. Конец цитаты. Да без меня справиться. Поэтому, еще раз, отношение было дурное. Дурное к этой войне руководствия. Могли договориться с японцами, не договорились. А еще шапками закидаем. И только проницательный генерал Драгомилов, знаменитый, который также прочили на этот пост, но, к сожалению, не сделали. Он очень хотел. Он был шикарный боевой начальником, да, но его не взяли, слишком старый был. И вот он заметил, японцы макаки, да мы-то кое-каки. Еще раз, дорогие друзья, я прошу прощения за название неполиткорректные, но эти неполиткорректные у меня идут как цитаты, чтобы просто понять, что там происходило. Он скаламбурил. Этот каламбур, героя русско-турецкой войны, стал забываться буквально в первые же дни войны. Основной порог русской стратегии войны с Японией, по моему мнению, крылся какой-то патологической пассивности и нерешительности действий. Да и как можно было объяснить тот факт, что имея регулярную армию численность в миллион человек, главную роль в этой войне Россия возложила на людей, признанных из запасов. То есть их забрали в городе, в европейской части, да, а элитные там гвардии или какие-то другие оставили в Европе. Без этого разберемся. То есть там получается, что наших войск вообще не было, что ли? Очень мало. Очень мало. Ну и сейчас у нас войск на Дальнем Востоке, открой жуткую войну и тайну, тоже немного. Ну и надо понимать еще, низкая пропускает способность Великого Сибирского пути. Хотя его только недавно сделали, но это была одноколейная дорога, и, скажем так, там были проблемы. Там не построена обводная или объездная трасса юга Байкала. Поэтому, как доезжают типа до Иркутска, там на паром, паровоз приезжает с другой стороны и прочее, а зимой по льду покрыли железную дорогу. Ну, в общем, это не то, что нужно. Так или иначе, только через три месяца первые воинские части достигли театра военных действий. А японцы там уже три месяца были. Надо же понимать. За это время, Саша, японцы успели многое. Они высадили три армии на Ледунском полуострове, переслоцировав первую армию Куроки в Южную Манчжурию. По меткам выражения английского военного наблюдателя, который был в это время, русская армия как бы висела на конце одноколейно-железной дороги в тысячи мир длиной подобно мыльному пузырю. 30 апреля было прервано железнодорожное сообщение между Харбином Мугданом и Порт-Артуром. То есть они отрезали Ледунский полуостров от митрополии, от штаба. А через две недели японцы окончательно отрезали крепость. Уже даже все уже было невозможно. Русские войска где-то два месяца удерживали противника на промежуточных рубежах Цзинь-Ченжойского перешейка. Это очень маленький, это как Каримский перешейк в Греции. Или как перекоп в Крыму. Вот такой. Так вот, удерживали это красиво. Там была вторая армия ОКУ. И предоставлял только пятый восточно-сибирский стрелковый полк. То есть против армии был полк. Практически полностью павший на этих позициях. 28 офицеров и 1215 нижних чинов. А японцы потеряли только за один день 133 офицера и 4000 солдат. То есть, ну как бы там, отражение такое, да? Перешейк называли воротами к Порт-Артуру. Лучше не скажешь. Отлично понимая значение, главнокомандующий в Манчжурии Куропаткин принадлежит отступить. И приказал начальнику этого укрепленного района Стесселю присоединить отступающие войска к гарнизону крепости. Объяснив это впоследствии недостатком наличности войск. Куропаткин, дорогие друзья, был герой из героев. Адъютант и начальник штаба у Скобелева во всех войнах. Но начальник штаба и военачальник, извините, могу сказать, это разные должности в армии, да? Один рассчитывает все, а другой, как бы, да, атакует и прочее. Так вот, по моему мнению, Куропаткин был шикарным штабистом, но очень слабым командиром. Ну, штабисты, они не любят атаку, они любят какое-то позиционное нападение или еще что-то такое. Еще раз, он был героем. При нем Скобелев захватил Среднюю Азию и освобождена Болгария, да? Но, к сожалению, Куропаткин вот такой. Еще раз, он шикарный патриот, герой, храбрый и так далее. Но, к сожалению, на эту должность он не походил. Город Дальний пришлось отдать японцам без боя. Все жители, писал участник обороны крепости, пораженные неожиданным падением джунжонских позиций, бросили почистить свое имущество, поспешно бежали в артур. Пришел слух, что еще до прибытия японцев на Дальний напали хунгузы, это китайские разбойники, Саш. А вот и подвергли его грабежу. Японцам досталась электростанция, незорванная, погрузочный порт, сотни портовых складов, сухой док, железнодорожные мастерские, 400 вагонов и громадные запасы угля. Хотя все большие корабли и перешли в Порт-Артур, вдаль им осталось еще 50 небольших судов различного назначения, который тоже был как приз взят японцами. А почему такой подарок щедрый оставили? А потому что приказ об уничтожении пришел после того, как они уже сдали Дальний. А самому Стесселю принять такое решение было, в общем-то, невозможно. Еще раз, царской армии в конце 19-го или 20-го века, если с немцами сравнивать, например, извините, я сравню с нашими врагами, к сожалению, импровизация и решение офицера принять на себя какое-то решение, самостоятельно выбивалось вообще из головы. То есть надо просить у начальника. А немцы брали на себя очень часто в сражениях. Но вот, к сожалению, такая была, извините, стратегия подготовки наших офицерских кадров. Не все такие были, дорогие друзья, но рыба гниет с головы. 13 июня генерал Ноги дождался подкрепления и пригазал начать наступление по всей линии. Ах, завязались бои сначала за Зеленые горы, потом за Волчьи. Они высокие, но находятся в 7-8 километрах от Порт-Артура. В результате этих боев русские войска отступили на линии крепостных укреплений под музыку и пение «Боже, царя храни». Во всех японских воспоминаниях об этом вспоминается то, что да, мы отступали под государственный гимн. 25 июля состоялся первый обстрел внутреннего бассейна крепости японцами со стороны суши. По случаю начала осады из нашей церкви здесь с утра начался крестный ход. Громадная толпа народа шла за церковной процессией. В 11.15 с непрячской стороны раздался сначала один выстрел, первая граната свистом прошептала и принеслась как раз над головами молящихся. Вот как вспоминали местные товарищи. Все последующие снаряды японцев упали в порт. Один из них попал в боевую рубку флагманского корабля «Цесаревич». Погиб один матрос-телеграфист. Несколько человек получили ранения, в том числе и контр-адмирал Вигев. После поражения русских под Лояном это заставило головную квартиру в Токио торопить генералу ноги со взятием порта Артура. Его захват был ценен для японцев не только сам по себе, но и лишал оперативные базы балтийской эскадры адмирала Ржесенского, которые тогда уже шли из Лиепаи, из Любавы. То есть японцы понимали, что русский флот может быть усилен. Захват крепости, которую они уже однажды брали на щит, там китайцы были, японцы считали вопросом своей национальной чести. Во время одного из штумов 11 сентября защитники крепости обратили внимание, что многие японцы были одеты в средневековые доспехи, ну типа самураи. От пленного японского доктора узнали, что то были представители лучших самурайских фамилий, которые слишком громко и открыто высказывали свое недовольство медлительностью действия японской армии, осажившей порт Артур. И тогда адмирал Микадо предложил самим принять активное участие в осаде. Ну вот они побежали под наш пулемет. Уже к началу октября в крепости чувствовался недостаток продовольствия. Мясной обед солдатам давали только три раза в неделю. Каждый день в США они получали борщ с зеленью и треть банки мясных консервов. В другие дни давали так называемый постный борщ, состоящий из воды небольшого количества сухих овощей и масла. Гора высокая, но это такое доминанта в Порт-Артуре возвышалась на 203 метра над уровнем моря. Отстояла от Порт-Артура в 3 километрах к северо-западу где-то примерно. Хотя среди двух решений открывался лучший обзор нового города из западного бассейна порта. Временные укрепления там были возведены только в мае, уже после начала войны. Поначалу эту возвышенность не занимала какого-то особого места в планах японцев. Но отныне все их усилия были направлены как раз на захват этого пункта. И поэтому если мы говорим что происходило осенью, то это попытка захватить эту самую гору. Наши товарищи отмечали и называли ее Артурской Голгофой. В ночь на 25 ноября после 15 дневных почти непрерывных штурмов через 15 дней японцы лезли в гору. Она была занята японцами. Высокая обожжалась японцам в 6000 человек убитыми. Среди погибших оказался сын генерала Ноги уже второй в этой войне. А Саш говорят, что когда он получил известие, Ноги хотел совершить самоубийство. Его остановило только вмешательство японского императора, который запретил это делать. Во время штурма на правом фланге был убит один из принцев крови, принимавший личное участие в осаде. Японцы просили отыскать его тело, однако тело так и не удалось найти. Только меч с древним самурайским клинком. Он был возвращен японцам. Благодарно за это японцы доставили крепость две телеги, нагруженные тюками русской почты, которую они захватили в Дайна. Сергей, а наш флот в Порт-Артуре чем занимался? Дорогие друзья, японцы, вот что такое оборона Порт-Артуре, это систематический обстрел с высокой портовых бассейнов. То есть, когда они захватили эту гору, можно было напрямую стрелять в наши корабли. Попытки выйти на открытый простол летать японцам бой или прорваться в Владивосток делали сначала Макаров, как известно, он был потоплен на линкоре Петропавловск, да, и, кстати, Веричагин там погиб. А вот великий князь Кирилл Владимирович, будущий самопрозглашенным императором, да, он как раз выплыл, то есть, с корабля он остался жив. Он не трус, да. Он умел плавать, видимо, лучше, чем Адмирал Макаров и Веричагин. Вторая попытка, да, не удалась. Вторая попытка Витгифа закончилась тем, что Витгиф тоже был убит, и поэтому некоторые корабли ушли. Нейтральные воды, например, корабль Диана, которым руководил будущий адмирал Колчак, да, другие ушли обратно. Так вот, после того, как высокая стала японской, они стали их топить. Наши корабли. Броненосец, где командовал Вирон, тоже известный человек, который в феврале 17-го года как командующего Кронштадта, он был уничтожен, растерзан моряками, да, его корабль Ритвизан был потоплен, затем Пересвет, Победа. Итак, дорогие друзья, слово потоплен немножко неправильное. Они утонули, но оставались, они не ушли под воду, а, скажем так, они не могли плавать уже. То есть там было метко, где они стояли. Затем Пересвет, потом Победа, крейсер Паллада, Баян и прочее. Потом их японцы подняли, как варяг, подчинили, и во время Первой мировой войны, где мы были союзниками, они передали нам. Наши офицеры назвали их Ладьи Харона, то есть с того света их подняли. Командир линкора Севастополь, командир второго ранга Эссон, тоже герой Первой мировой войны на Балтике, дважды обращался к Вирону с просьбой разрешить ему выйти на рейд, и в конце концов получил от него ответ «Делайте, что хотите». На рассвете 26 ноября Севастополь, в который они не попали, встал на якорь у горы Белый Волк. Шесть ночей Севастополь вместе с канонеркой Отважный отбивался от более чем 30 японских миноносцев. Но на том месте нельзя было достать их пушками, они их не видели. А с другой стороны Севастополь стрелял по японцам прямой наводкой. Но судьбой Севастополя в конце концов решили две торпеды, попавшие в корму боненосца. Корабль сел на дно на прибежном мелководье и превратился Саша в плавучую батарею. Ну как во время обороны Ленинграда линкор Марат где там один Гелен такой немецкий летчик пикировал и его корабль потопил, но несколько пушек были над водой и они стреляли по немцам в районе Оренбарского плацтарма. Поэтому многие матросы и офицеры перешли уже воевать уже на сушу. Это как во время обороны Севастополя во время Крымской войны. Ну продолжаю говорить про гарнизон. Гарнизон ел конину. Вся водка из магазинов города была забрана в интеданство и давалась оттуда по особому разрешению. Ввиду крайнего недостатка офицеров генерал-майор Кондратенко просил кондрадмирала Вирона предложить морским офицерам вступать в сухопотные части, что было сделано. Теперь даже команды затопленных коммерческих судов принимали участие в отражении штурма. Ну и самое плохое, что там было, это цингасаш. Сутрата боевого духа из-за цинги, вызванного дефицитом витамина С, считается одной из причин поражения русской армии в Порт-Артуре. Еда, хранившаяся крепостью Порт-Артур, состояла в основном из зерновых, такие как соевые бобы и небольшое количество овощей, от которых начались у многих раненых открываться старые незаживающие раны. Госпитали уже не вмешали всех нуждающихся в помощи. Добавление ко всем напастям Саша и японцы начали обстреливать медицинские учреждения. Но то, что они делали во Вторую мировую войну очень хорошо, они начали там. Мы заметили, писал очевидец, что после неудач, когда японцы не могли захватить Порт-Артур или какую-то нашу оборону, линию обороны, японцы изразливали свою злобу и ярость бомбардировками по городу, в первую очередь по больницам и госпиталям. 28 ноября под обстрел попала Дальнинская больница. 30 ноября японская артиллерия расстреляла запасной госпиталь на Сигровом полуострове и переход Красного Креста в Монголию. На неоднократной просьбе, Саша, русского командования не стрелять по учреждениям Красного Креста японцы ответили изысканным письмом на английском языке, в котором сообщили, что установки их орудий расшатались и самые орудия сильно расстрелянные. Вследствие еще некоторые снаряды попадают в здание Красного Креста. Несмотря на столь явную ложь, японцам все-таки по их просьбе был отправлен план с обозначением всех госпиталей. Сергей, ну ты говоришь, что там в Порт-Артуре были люди разные, в том числе и китайцы, а они были на чьей стороне? Они были на стороне японцев, но здесь была азиатская солидарность. Они считались меньшим злом, да? Ну, известная история, Саша, я думаю, что многим радиослушачам известно, китайцы по утрам выходили на набережные Порт-Артура, которые выходили на море, да? И занимались там физкультурой, типа цигун. И во время цигуна составляли из себя иероглифы. Пушки, корабль, количество и так далее и тому подобное. Ну, то есть... Ничего себе. Ну, да. Ну, в 25-м году Вэнь Удоу написал поэму, там, стихотворение, такой сборник из 70-ти патриотических стихотворений «Песня о семи сыновьях», в котором говорилось, что китайцы из-за европейцев, ну, из-за колонизаторов потеряли семь сыновей, семь городов. Ну, типа Гонконг, чтобы было понятно, да? И один из семерых, там, Порт-Артур, как раз, да, потери. Они считали, что если русские уйдут, у них больше шансов будет потом его отвоевать. Сергей, а, как я понимаю, там началась настоящая блокада, наверное, прекратилось всяческое снабжение и не было, наверное, вооружений никакого. И как они в таких условиях могли сохранять свою обороноспособность? Ну, давайте так, я бы назвал так гольно выдуман хитра. Этим всегда отличались русские талантливые люди. А саперы и моряки Порт-Артура действительно проявляли немало изобретательности. Так, штабс-капитан Карасев разработал шрапнельный фугас. Это выпрыгивающие из земли и взрывающие в воздухе. Больше покрытия, больше покрытия осколками, Саша. Понимаешь, да? Казалось бы, древний прием скатывания на противника камней и бревен. Только теперь их место занимали не камни и бревна, а морские мина, снятые с наших военных кораблей. Вот они вот так крутились снизу, да, и определенное время взрывались. Да, осколочный эффект был интересен. Вот, еще раз, японцы все время лезли же в гору, да? Тут им привет такой. Вот, 4 сентября 4-го года в Кумерненском редуте лейтенант Петгурский имени Робуторин скатили шаровую мину, производившую большие разрушения в японских позициях. Морские мины 6, 8, 12, 16-пудовые, они, может быть, не очень были меткие, но действительным средством борьбы. А офицер Габята придумал миномет. Первый в мире миномет был придуман там. Русские саперы в Порт-Артуре еще усилили заграждение новым способом. Они от батареи А до Форта номер 4 устроили проволочный забор под напряжением 3000 вольт. То есть, впервые проволока с током, да, была проведена именно там. Когда японцы наступали ночью, русские развернули на сухопутном фронте систему прожекторов снятых с кораблей в порту. То есть, они были освещены. Вот, да, и когда им в лоб еще свет идет, это не всегда, да, не всегда хорошо действует. на тех, кто ползет вверх. Здесь же впервые проявили значение средств связи. Во время войны русским войскам были направлены 489 телеграфных узлов. Беспроволочный или искровый телеграф, как это называли, были сняты с флота и расставлены на наших оборонительных сооружениях. А также еще, что там еще? А, русские, Саша, в Пиме применили радиопомехи. 15 апреля 4-го года во время обстрела японцами эскадры внутреннего рейта радиостанция броненосца Победа и береговая станция Золотая Гора серьезно затруднили большой искрой, как тогда говорили, то есть, мощной, ненаправленной помехой передачей телеграмм вражеских кораблей и корректировщиков. Да, ну, такие вот еще раз. С одной стороны, конечно, не подготовили, как всегда, к обороне, всегда не было, но русский солдат или русский офицер именно в такие пиковые ситуации показывают все лучшее, что у него есть. И, конечно, еще раз, царский режим, не царский режим, защищать какую-то там желтую Россию, там, как тогда называть, желтороссию, или там какое-то непонятно что, это вообще не стояло, да? Надо исполнить свой долг. И не важно, где это находится. 1 декабря 10 месяцев праздник. Но еще можно сказать, что Николай II для того, чтобы немножко поощрить товарищей, разрешил, дал приказ за месяц нахождения в Порт-Артуре считать за год выслуги. То есть, ну, примерно они, находясь в мешке, 11 лет заработали себе выслуги. Ну, из 25 или сколько там было, да? То есть, это был большой такой, большой подарок. Вот. 3 декабря начался уже отчет о том, что крепость может быть пасть. 3 декабря всю крепость Саша облетела страшная весть. В каземате третьего форта случайно попавший туда бомбой, по-моему, Лидовой называлась она, убитый, храбрейший защитник крепости, генерал-майон Кондратенко и находящиеся с ним офицеры, в том числе и главный воен-инженер, который все это придумывал, да, подполковник Рашевский. А вот, на его место Кондратенко был на генерал-фок, предатель, не предатель, ну, просто генерал, царский генерал, да. Вся сухопутная оборона увидела, что в его приказах стали заметны колебания и неуверенность. А когда видят, что во главе кто-то колеблется, это очень плохо идет для солдат. По его приказу русские войска в ночь с 19-го на 20-е декабря без боя оставили первую линию обороны. Пал целый ряд укреплений, а именно батареи заредутная, волчья, кургантная, орлиное гнездо, китайская стена, еще раз, ну, какие-то, в общем, достаточно известные, которые до этого очень хорошо обороняли. Ну, потому что не хватало солдат и надо было, скажем так, линию обороны сделать более компактной. Переход всех этих пунктов в руки японцев должен был стать роковым образом отразиться на дальнейшей обороне крепости. После 20-го декабря все мемуаристы отвечают в гарнизоне, а настроение подавленное. И 4 часа дня 19-го декабря генерал Стесель выслал к передовой линии японцев своего парламентера с предложением японскому командованию ступить в переговоре о сдаче крепости. В последнем телеграмме царю Стесель писал «Ваше Величество, просите нас, мы сделали все, что в человеческих силах. Судите нас, но судите милостиво, так как почти 11 месяцев непрерывных боев исчерпали наши силы». Среди матросов, которые, ну, скажем так, глядели все эти вещи, да, родился каламбур у японцев Того, ну, Того, адмирал, а у нас никого. Ну, действительно, дорогие друзья, Стесель, Фок, Куропаткин в меньшей степени, но это были не те генералы, которые могли возглавлять нашу армию в эту войну. И все-таки, Саша, капитуляция крепости для большинства высших офицеров стал, которые находились в Порт-Артуре, было неожиданностью. «Сегодня я узнал», пишет один из них, «что наша крепость еще вчера вступила с японцем в переговоре о сдаче». Долго не хотела верить в это ужасные новости. Неужели, в самом деле, сдача? Неужели не осталось ни малейшей надежды, ни дальнейшее сопротивление ни на выручку? Не могу выразить словами того чувства, которые овладели мной при этом из действий. Тут была и какая-то неловкость, какая-то тупая боль, досада, что наша 11-месячная геройская оборона стоила таких жертв и так неожиданно и глупо закончилась. Слезы душили японцев Саша, потому что Порт-Артур не был взят штурмом, а капитулировал. Ярол Ноги, особенно болезненно, переживала это, и он снова захотел сделать сипуку. В своем донесении министр обороны написал, «Единственное чувство, которое я в данный момент испытываю, это стыд и сожаление, что именно я загубил так много человеческих жизней, заразив так много военных припасов и времени на недоконченное предприятие». 5 января 1905 года Стессель, командующий крепостью Порт-Артур и Ноги, генерал, встретились в Суишей Бинге близ Порт-Артура, где похвалили друг друга за храбрость и оборону. Ноги разрешил сдавшимся в плен русским воинам носить холодное оружие. В 1905 году после сдачи крепости русская команда устроила банкет для японцев. Японцы, Саша, прибыли с опозданием на полчаса. Ну что тут такого? Они победители могут. Но в сентябре 1945 года, дорогие друзья, на банкете устроенной пленным командованием Кантутской армии в Порт-Артуре группа советских офицеров прибыла на этот банкет с полторачасовым опозданием. Удивленным этим опозданием командующий армией Ямады начальник штаба Токаматсу, который был под Порт-Артуром 40 лет назад сказал, «Этому благодарность за то опоздание». И наши и японцы это помнили. И слава Богу, наши им ответочку послали. Ну и надо сказать, что крепость выполнила свою задачу. Она отвлекала от линии фронта сто тысяч японских солдат. А задержала их под стенами на десять месяцев геройско защищалась и истребляя противника. А что стало со стеселем? После окончания войны в доме офицеров на Литейном 20 состоялся суд. За задачу Порт-Артура он был привлён к смерти. Царской милости приговор был заменён на заключение в крепость Петропавловскую. Пуришкевич, известный человек, убивший потом Распутина, он стихи писал, Саша, эпиграммы. А, по-моему, даже мы некоторые эпиграммы говорили. Написал такой, я слышал Стессель Анатоль посажен за измену в крепость. Какая, говорю, нелепость. Он мапароль. То есть он теперь сдаст и эту, теперь и Петропавловку сдаст. Вот. А что было потом с Порт-Артуром? Всё-таки как его судьба сложилась в дальнейшем? Кому он принадлежал? Ну, давайте так про оборону Порт-Артура, да, пару слов. Кому принадлежал Порт-Артур? Так вот, дорогие друзья, именно японцы на русском кладбище, как мне кажется странно, стали ставить памятники погибшим русским солдатам, поражаясь героизмом и стойкостью наших соотечественников. Разорезенное захоронение русских они связали. Офицеров, как правило, хоронили в одиночных могилах, братские могилы рядовых Порт-Артуровцев отмечали памятным чугунным крестом. В 1927 году японцами на кладбище было построено православное часовня. Дорогие друзья, кладбище Порт-Артура это самое крупное из зарубежных захоронений россиян. В 1912 году русские, японцы разрешили, поставили на кладбище восьмиметровый памятный крест белого мрамора с надписью «Вечная память защитникам Порт-Артура, жизни свои положившие за веру царя Отечества». 1904 год. А теперь, Саша, внимание. Больше никаких памятников ни от царской России, ни от СССР, ни от Новой России Порт-Артуровцам нет. Просто нет. Ну, после окончания русско-японской войны Порт-Артур перешел к Японии. Они его называли «Рюдзюн» или «Люйшунь», ну, по-китайски там, по-разному, да. А вот, 11 февраля 1945 года в Ялте «Большая Тройка» подписывала документ об условиях вступления СССР в войну с Японией. Статья 2 говорилось, что Порт-Артур возвращается Советскому Союзу. Во время Советско-Японской войны советский десант захватил город 22 августа 1945 года. Незадолго до краха Кантутской армии японские солдаты прошли по Порт-Артуру торжественным маршем. Находящийся в Порт-Артуре японский гарнизон ожидал высадки американского морского десантства. Мы этого не хотели, поэтому сбросили туда с Мугденского аэродрома наш десант, которым руководил Владимир Владимирович Иванов генерал-лейтенант. Руководитель японцев не ожидал русских, но капитулировал. Это был вице-адмирал Кабояси. Согласился на капитуляцию и отдал свой самурайский меч. Но по приказу Сталина холодное оружие японцам мы вернули. Это как адмирал ноги 40 лет тому назад. 14 февраля 1950 года был заключен договор о дружбе между СССР и КНР, по которому наша военно-морская база находилась там до 1952 года. Но началась Корейская война. Мы хотели уйти, но китайцы попросили нас остаться. И так или иначе после окончания Корейской войны возможно это были тайные решения между нами и американцами. В мае 1955 года последний русский матрос или советский матрос вышел из порта Артура. Теперь это военно-морская база Китайской Народной Республики. Кроме того, что мы оттуда ушли, мы отдали КНР всю инфраструктуру, оружие, боеприпасы, аэродромы. Если посмотреть на документы там, да, сдано столько умывальников, да, сдано столько табуреток и так далее и тому подобное. Мы потом пытались договориться с Китаем в Хрущеве в 1957 году восстановить Советско-Китайскую базу в порту Артурии, но это было уже безуспешно. Мао Цзэдун уже считал по-другому. Это уже было после 20-го съезда. Понятно, что там договариваться с Мао Цзэдуном после таких решений Хрущева было невозможно. Ну вот, Саша, наверное, и все. Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Настало время нашей исторической викторины, мы разыгрываем книгу и давай напомним нашим слушателям вопрос прошлого выпуска. А в одном из эпизодов известного романа он или она испугалась настолько, что стал похож на головной убор куклу с клана. Правильный ответ шляпа из серии Гарри Поттера, которая распределяла по факультетам Хогвартса. Есть у нас правильные ответы, Саша? Я думаю, что люди читают эту книжку. Первым правильный ответ прислал Сергей Михайлов. Поздравляю, Сергей, с хорошей книгой. Ну а теперь новый вопрос. По мнению писателя КВД Раша это богатырские войска по стратегии духу и даже ухваткам. В их арсенале нет железки меньше пуда. Рядом с боевыми орденалами у них на груди громадное количество гражданских. Вообще скажу от себя, столько героев соцтруда не было ни в одном роде войск. За боевые заслуги они получили почетные знаки на фуражке и за шапки. За Тяньзин 900-й год и за порт Артур 1904-й год. Да, назовите эти богатырские войска. Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио виват собака mail.ru Либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете направить ваш вариант ответа в личном сообщении Сергею Виватенко или мне Александре Ромашовой. Ну а на сегодня все. Это была программа Виват История. До встречи в эфире, дорогие друзья. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя. Виват История